Когда мне пришел штраф за этот пост, то я перечитала его и подумала, все правильно написала и не стала его удалять. В какой-то момент мне казалось, что лучше сесть в тюрьму, чем говорить неправду, чем идти на сделку с совестью. Ты постепенно внутри себя что-то убиваешь, когда ты соглашаешься с тем, что тебе не нравится, перестаешь быть собой. Меня зовут Катя Белянкина. Живу в Германии, рядом с городом Дрезден. Приехала со своей семьей и приехали из-за того, что были не согласны с политикой, которая происходит сейчас в России. Уезжали мы после мобилизации и когда я уезжала, я думала, что я вернусь через несколько месяцев. Я так и не вернулась. Сейчас у меня уже нет такой возможности, к сожалению, поехать домой, потому что когда я уехала, то я начала высказываться, говорить, с чем я не согласна. В России я старалась быть осторожнее, поэтому сейчас на меня заведено уже три административных дела. По статьям за экстремизм, это пацифистские высказывания, и одно за то, что я не ставлю плашку аффилированного лица с организацией на гентом. Расскажите о прошлой жизни, от которой пришлось уехать. Я родилась в Санкт-Петербурге, город Пушкин. Я люблю свой маленький городок, я скучаю по нему. Я какое-то время хотела переехать в Москву, но почему-то у меня это никогда не получалось. Меня Питер держал, и я не могла никак уехать. После 2014 года, когда Россия ввела свои войска в Украину, частично на некоторые территории, я начала интересоваться новостями, я начала читать какие-то независимые издания. А потом я начала заниматься в 2018 году выборами. Путин избирался уже на свой четвертый срок тогда. Мне это все больше и больше не нравилось, то, что происходит вокруг меня. Я уже была в сознательном возрасте. Понимала, что нужно не только быть недовольной, но и что-то менять вокруг себя. И мне показалось, что выборы – это один из демократических путей изменения ситуации вокруг себя в стране. И мы можем в них участвовать. Команда Алексея Навального тоже занималась в тот момент выборами. И все еще находились в России, и не было еще нежелательных организаций. В общем, как-то все было совершенно по-другому. Когда Путин решил обнулиться, это был поворотный момент для меня. Я помню, как я сделала оконный протест. Я написала на окне, что я против поправок в Конституцию. И я думала, что нельзя никогда бойкотировать выборы. И поэтому я работала на этих выборах. И я видела, как это все происходило. И я написала материал тогда на своей странице еще ВКонтакте. И я активно ее вела. До некоторого времени, пока на меня не начали заводить активные дела, как раз через страницу ВКонтакте. Дальше я начала координировать наблюдения за выборами. И учиться постепенно тому, как обучать наблюдателей, как работать на выборах. Сама ездила, занималась электоральным туризмом. Это поездки в другие города. Это было до 22 года. А потом случилось 24 февраля. И все перевернулось. До этого момента казалось, что что-то можно изменить. И то, что вот, оно буквально чуть-чуть сделать еще больше движений. И ты сможешь что-то поменять. А после 24 февраля от нас мало что зависело. Почему 24 февраля 22 года стало поворотным моментом в вашей гражданской активности? До этого оппозицию было слышно. Просто до этого нам не запрещали, например, писать посты о выборах, о том, что можно поменять в тех же социальных сетях. Многие СМИ не были признаны нежелательными, инагентами. Когда случилось 24 февраля, мы тоже ходили на митинги, еще на гостином дворе в Санкт-Петербурге. Нам повезло то, что нас не задерживали. После 24 февраля, через, наверное, неделю, в начале марта, ввели статью о дискредитации. В этот момент я помню, как я поняла, что я хочу продолжать говорить. И в какой-то момент мне казалось, что лучше сесть в тюрьму, чем говорить неправду, чем идти на сделку с совестью и называть войну СВО или говорить каким-то другим изоповым языком о тех вещах, которые важны и о тех вещах, которые кажутся настолько... То есть ты в это верил всю жизнь, что война, например, это плохо. Ты никогда не хотел, чтобы она происходила. Ты думал, что ее не должно быть, и мы никогда к этому не придем в 21 веке. И вот ты смотришь новость, как Россия вторгается в Украину, как летят бомбы. В общем, это сложно было пережить, и я начала брать себя в руки к лету только 22-го года, а потом очень не случилась мобилизация. Я поняла, что нам надо уезжать и надо спасать нашу семью. Здесь мы точно в опасности, и наш голос точно теперь совсем не слышен, потому что когда были митинги после начала войны, то на них приходили тысячи еще людей. Когда были митинги против мобилизации, то на них пришло пара десятков человек в Питере. И мы были среди этих людей, и мы приехали чуть позже, и всех, кто был до этого у Исаакиевского собора, всех задержали. То есть мы приехали, и там были полицейские машины, в которые грузили уже те, кто приехал чуть-чуть раньше. Когда кто-то на гостином дворе спросил, что сегодня происходит, то есть даже не в курсе новостей или чего-то, и человеку ответили, что вообще-то сегодня объявили мобилизацию, то есть и люди, проходящие, просто были не в курсе. Это получается, что либо это страх, наверное, либо это незаинтересованность и желание сохранить свой мир вот хотя бы такими способами, просто отстранением, ну вот так вот. За что вас привлекли к административной ответственности? Я уехала, и сначала мы с семьей поехали в Грузию, и в Грузии я через какое-то время разместила тот пост, который я разместила в ВКонтакте сразу же после начала войны. И это был пост о том, что я не хочу войны с Украиной. И там я пишу о том, что Россия сейчас будет больше изолироваться, на нее будут накладываться санкции, то что деньги, которые, ну, государственные, они будут тратиться не на медицину, образование, на какие-то хорошие вещи, на культуру, а будут тратиться на войну, на бомбы и на то, чтобы убивать других людей. И я писала о том, что я против этого. И когда мне пришел штраф за этот пост, то я перечитала его и подумала, все правильно написала, и не стала его удалять. С таким преследованием я столкнулась. Более того, это сначала была статья по дискредитации, ее сначала так назвали, и потом через какое-то время переквалифицировали в экстремизм, возможно, потому что я занимаюсь выборами. Как вы оказались в Германии? Это была гуманитарная виза, и это благодаря моему мужу, который подписал петицию за отставку Путина до мобилизации. Была петиция, которая была инициирована в Санкт-Петербурге, в одном из муниципалитетов. Мой муж муниципальный депутат, и он подписал эту петицию. После этого начались те или иные репрессии, то есть его увольняли с работы или просили уйти с работы. Это был ряд событий, которые, собственно, нас толкал уже за границу, потому что жить в России, конечно, замечательно, но без работы было бы просто нечего есть. И, соответственно, нам пришлось сначала ехать в Грузию, и потом по гуманитарной визе мы оказались в Германии. Нас распределили в Саксонию. Мы там до сих пор живем, это недалеко от Дрездена, и мы успели полюбить Дрезден на самом деле. Мы уже там объединились с ребятами-единомышленниками и занимаемся какой-то вдохновляющей, такой взаимной, тоже поддерживающей деятельностью. Чем занимается ваше эмигрантское сообщество в Германии? Когда Алексея Навального убили в тюрьме, мы пришли, это была естественная реакция, я сразу же начала писать то, что надо выходить. Это естественная реакция, она была такой же в Петербурге, когда, например, объявляли мобилизацию, когда началась война, что надо выходить куда-то, потому что ты должен выразить свой протест. Здесь было то же самое. Россия без Путина! Россия без Путина! Я объявила собрание вечером у знакового места, это музей Штази в Дрездене. Мы создали стихийные мемориалы, и так мы нашли друг друга. В Дрездене до этого не было никаких антивоенных инициатив, не было антипутинских инициатив, но были замечательные люди, которых мы нашли в этот момент, и сейчас наше движение насчитывает около 120 человек. Поддерживаем друг друга в каких-то ситуациях. У нас есть, например, раздел в чате «Взаимопомощь», и там просто ребята могут искать работу, могут, не знаю, предлагать какие-то там самодельные пирожные. То есть у нас на митинге кто-то приносит свою выпечку, например, кто-то из участников. Кто-то... У нас все достаточно горизонтально, и нет, например, главных в чате. То есть мы только поддерживаем инициативы ребят, если они что-то придумывают. Вот недавно у нас был показ фильма, например, с немецкими субтитрами, пришло много немцев, показывали кинза-дза. Кто-то организует письма политзаключенным, вот у нас в это воскресенье будут письма политзаключенным. И мы организовали тоже инициативной группой лица российского сопротивления у нас прошли в Дрездене. Поддерживаем друг друга и не сдаемся, как говорил Алексей Навальный. Сейчас мы уже организовали организацию здесь, в Германии. Это называется Ферраинна. Мы его назвали русскоязычные демократки и демократы. Использовали феминитивы. У немцев они любят, когда все четко и есть организация. Если ты чем-то занимаешься, то ты должен создать организацию и через нее уже что-то пытаться делать. И сейчас, как только мы создали организацию, нами заинтересовались. То есть мы планируем сейчас знакомство с местными дрезденскими политиками. Другие сообщества на нас обратили внимание. Другие такие же организации, как мы, тоже с антивоенными взглядами. И мы уже планируем какие-то совместные инициативы, совместные проекты. Так что вот мы растем, развиваемся, просто не подням, а по часам. И те, кто нас встречает, удивляются, что это так быстро. Но мне кажется, что это из-за того, что люди, которые сейчас приехали в Германию, они в целом инициативные и движевые. То есть они везде что-то придумывают. Когда эта иммиграция приехала в Армению и в Грузию, то там начали открываться какие-то проекты. И вот мы теперь в Германии и делаем примерно то же самое. Здесь тоже есть что менять. И в конце концов можно просто работать для того, чтобы поддерживать своих единомышленников. Потому что кто-то испытывает сложности с иммиграцией, кому-то сложно интегрироваться. И у кого-то могут быть какие-то психологические проблемы в связи с иммиграцией. Поэтому мы обо всем этом думаем и надеемся, что поможем людям. Способны ли те, кто уехал, повлиять на ситуацию внутри России? Напрямую сейчас, в данный момент времени, может быть и нет. И то, что мы выходим на митинги здесь, в Германии, например, против инаугурации Путина, против войны, это больше для себя, чем для того, чтобы в России что-то изменилось. В России сейчас все становится только хуже. И запретов больше, репрессий больше. Поэтому я думаю, что нам надо просто держаться вместе и сохранить людей. Потому что надо сохранить их состояние, их веру в лучшее. И этого вполне достаточно для дальнейших изменений. Мы просто будем учиться поддерживать друг друга, учиться демократии, смотреть на то, как это в других странах. Мы встречаемся с местными политиками, не знаю, организациями. То есть вот дружим с другими антивоенными, например, инициативами. И смотрим, кто что как делает. Я думаю, что это классный опыт. Плюс у нас у всех есть какой-то опыт в России. Кто-то был муниципальным депутатом, кто-то журналистом, журналисткой. Или, например, занимался выборами. И все это нам точно пригодится в прекрасной России будущего. Я верю в это. Поэтому я совсем не настроена сдаваться. Ну, пока мы живем, надо бороться. И мне кажется, что человеческая сущность, она в целом такая, то что мы всегда делаем что-то на улучшение. Пытаемся улучшить вокруг себя мир и себя. И, может быть, как-то повлиять на других людей. Что самое сложное в эмиграции? Ну, в Германии, наверное, это бюрократия и документы. С этим все сталкиваются, и многим с этим сложно. Некоторые активисты, которые раньше привыкли к тому, что все достаточно быстро менялось, потому что они были активные, они приходили, что-то меняли, например, среди, в которой они находились. И здесь так не происходит. Здесь совсем другая система, к этому надо привыкать. И немцы здесь живут очень долго, и у них все построено. То есть у них есть, например, какие-то свои штучки, типа позвонить по телефону и решить проблему. Есть, например, такое слово «витамин В». Это когда социальные связи тебе помогают в решении каких-то вопросов. То есть в России тоже такое есть, но немец, скорее всего, бы сильно растерялся, если бы оказался в России. И аналогично мы здесь приезжаем, и хочется, чтобы все быстро решалось, чтобы все было легко, хочется, чтобы была доставка, не знаю, вкусные суши или какие-то такие штуки. Мне кажется, что просто нужно к этому привыкнуть. Здесь совсем другой мир и со своими плюсами, со своими минусами. И, ну, жизнь это же точно не доставка или... Ну, то есть вот какие-то такие мелочи. Мы живы, мы не в тюрьме, мы на свободе, мы можем говорить и заниматься тем, чем нам нравится. И это наибольшая ценность, чем какие-то мелочи жизни, с которыми можно смириться. Прекрасная Россия будущего еще возможна? Мы все живем этой надеждой, то, что она возможна. Внутри, наверное, вера в то, что возможны изменения. Ну, то есть она умерла 24 февраля. Я в себе лично не чувствую веры, что на нашем веку, может быть, может что-то реально измениться. Но, как я сказала, я верю в людей, которые верят в прекрасную Россию будущего. А все мы вместе, это, наверное, и есть прекрасная Россия будущего. И вне зависимости от того, где мы находимся. Потому что это люди, которые говорят на русском языке, которые верили в то, что Россия может быть без коррупции, с честными выборами, с честными СМИ. Они занимались какими-то низовыми инициативами. Например, не знаю, ставили скамеечки у себя во дворе, сажали цветы. Я знакома с такими ребятами. А теперь они находятся где-то в эмиграции и меняют здесь мир вокруг себя. И, может быть, это и повлияет на прекрасную Россию будущего. Просто люди, которые остались и которые не верят, они увидят, какие мы, какие у нас были предложения, о чем мы говорили, о чем мы продолжаем говорить. И поверят тоже. Отсюда и начнутся изменения. Я верю в это. Вы общаетесь с украинцами в Германии. Насколько легко проходит это общение? Да, с украинцами периодически, конечно же, получается общаться. Но я вижу у них немножко такой отстраненности от, например, антивоенных даже движений, которые, в принципе, не поддерживают все. Но я разговаривала с этими людьми. И когда они рассказывают о бомбежках, о том, как у них вылетали стекла в окнах, о том, как они прятались в бомбоубежищах, о том, как они уезжали и спасали своих детей, я пытаюсь рассказать о том, как мы выходили на митинги, но я понимаю то, что это несоразмерно, этого недостаточно. То есть для них этого все равно будет мало, и ты здесь не сможешь объяснить, почему. Ну, наверное, когда ты говоришь с украинцами, они как будто бы негласно задают тебе этот вопрос, почему, за что, за что вы нас бомбите. Мы точно не хотели, чтобы это произошло, и были в таком же шоке, как и вы, и пытались менять Россию к лучшему. Нас было мало, нас были иногда десятки человек, мы боролись, но просто они победили. Мы тоже потеряли свой дом. Понятно, что наши дома не бомбили, но мы, я думаю, тоже пострадали от путинского режима, и это нас объединяется с украинцами. Почему гражданское общество проиграло? Это не первый раз, когда диктаторы приходят к власти, и когда авторитаризм побеждает, потому что это достаточно просто, как, например, мы находимся в Германии, здесь пример гейлеровской Германии, который здесь хорошо изучают, и люди часто склонны верить простым решениям, которые предлагает власть, которая обещает взамен этого безопасность, какие-то простые решения проблем, например, больше денег. Сейчас военнослужащим платят огромные деньги за то, что они идут в зону СВО, так называемую, и, ну, кто-то не считает, нужно, может быть, задаться вопросом, зачем это, почему я просто, мне кажется, что в целом не очень системный человек, и никогда не вписывалась в заданные рамки. Мне в школе было не очень комфортно, я меняла несколько раз университеты, я, ну, искала то, что мне нравится самой, и если, например, я с чем-то была не согласна, я ходила не в школьной форме, я, не знаю, красила волосы в разные странные цвета. А теперь в России мне не место, потому что я хочу ходить с радужными сережками, потому что я хочу выглядеть ярко. Ну, может быть, люди, которые привыкли встраиваться в систему, может быть, здесь чуть-чуть легче с чем-то согласиться, и даже не то, что ты соглашаешься с тем, что идет война, а ты просто промолчишь, ты не скажешь о том, что тебе не нравится, и, возможно, кто-то думает, что так себя сохранит, но это же не так. Ну, ты постепенно внутри себя что-то убиваешь, когда ты соглашаешься с тем, что тебе не нравится, ты перестаешь быть собой, у тебя индивидуальности становится меньше, и, ну, я не готова идти на это. Я не говорю о том, что люди, которые остались, да, может быть, я знаю, что многие страдают из-за этого, и многим тяжело, и поэтому я стараюсь кому-то писать, поддерживать, в общем, мы продолжаем общаться с людьми, и... Чего вы боитесь? Того, что мою жизнь, которую я сама строю и выбираю для себя, ее кто-то сможет разрушить или повлиять, потому что я знаю, что иммигранты, они тоже сталкиваются, ну, например, с делами на себя, которые заводят, с какими-то репрессиями для родственников, это такой инструмент давления, то есть с давлением на тех, кто остался. И мне это все закономерно не нравится. Мир сильно меняется, и не только из России, но в других странах идут достаточно, ну, такие процессы в Германии, например, популярные антимигрантские движения, и нас это тоже беспокоит, и против этого теперь здесь уже хочется тоже бороться и работать. О чем мечтаете? Наверное, это прозвучит достаточно просто, но о том, чтобы была возможность вернуться домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова